Сейчас я расскажу все подробности одного из главных событий прошлой недели. А вы пока подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайки и, главное, комментируйте и задавайте вопросы. На некоторые из них я дам подробные ответы в отдельном видео. Предстоящий саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в очном формате. В нем будут участвовать главы всех пяти стран – России, ЮАР, Индии, Китая и Бразилии. Об этом заявил южноафриканский президент Сирил Ромофоса в конце прошлой недели. ЮАР – страна подписан Римского договора и должна бы, по идее, исполнить требования Международного уголовного суда и арестовать Путина, приедет он в Йоханнесбург. А тут такое заявление Ромофоса. Как же так? Так. Интересно, что его вице-президент Пол Машатиле в одном из интервью местным изданиям рассказал, что власть ЮАР пытались убедить Путина прислать вместо себя Лаврова. И волки сыты, и кони скачут. Но в Москве это никому не понравилось. Что ж, тогда саммит можно было бы перенести из ЮАР, к примеру, в Китай. Да и Пекин был бы не против. Но против такого решения восстали Индия и Бразилия. Интересно, что Песков говорит, что и в самом Кремле еще не определились, в каком именно формате Путин будет выступать на БРИКС. Тут можно провести параллели с Вильнюсом, где напряжение первого дня спало в конце этого же дня, когда все со всеми поговорили очно. До африканского саммита еще целый месяц, а среди товарищей согласия уже нет. Причем речь не идет даже о судьбоносных формулировках. Даже в лояльной к себе Африке Путин заработал репутацию родственника, вышедшего из тюрьмы, которого вроде бы все любят, но не очень хотят видеть у себя на дне рождения. Кстати, тот же Машатиле в том же интервью прямо об этом говорит. Для нас очень большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это почти как если бы вы пригласили друга к себе домой, а потом его арестовали. Поэтому для нас его неявка – это лучшее решение. Но россияне недовольны, они хотят, чтобы он приехал. Карим Хан, тот самый прокурор МУС, который и смог убедить судей выдать ордер на арест Путина, говорит, что ЮАР должна поступить правильно и арестовать российского президента, как только его нога ступит на южноафриканскую землю. Мол, Южная Африка сама десятилетиями испытывала на себе преступление против человечества, преступление апартеида, так что и решение должна принять соответствующее. Но в преддверии БРИКС африканские лидеры снова приедут в Питер встречаться с Путиным. Как пишет Financial Times, там Ромофоса попытается переубедить российского президента все же не ехать в Йоханнесбург. И тут неудобный момент. С одной стороны, Путин вроде бы и дружит с Африкой. С другой, его отношения никак не укрепляют постоянные угрозы разорвать ту самую зерновую сделку, которую пролоббировал Эрдоган для поставок злаковых на континент. Ну и в Африке точно не могут понять, что это за танцы с бубном Путина с Пригожиным. Там не считывают, что это все может означать, и есть ли у Путина все еще та самая вертикаль власти. Интересно, что 15 июля Ромофоса и Путин говорили по телефону, и кроме саммита БРИКС, конечно же, обсуждали изерновую сделку. В расшифровке разговора с Путиным, который опубликовал офис Ромофосы, ни слова ни о сделке, ни о саммите. Там говорится лишь, что лидеры обсуждали мирную инициативу, с которой главы африканской государства ездили то в Киев, то в Москву. Но тут вот еще какой момент. Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума сейчас в России, якобы на лечении, куда он приехал буквально неделю назад, несмотря на то, что его пребывание за границей суд ЮАР считает незаконным. 81-летний Зума был осужден за то, что не являлся на судебное слушание по делу о подозрениях в коррупции. И теперь тайно приехал в Россию. Хотя его сторонники говорят, что тайны вовсе никакой нет. Просто СМИ нагнали вокруг обычного оздоровительного визита много мистики. Что ж, можете нагнали. Только вот случай с Зума – это яркий пример того, как можно читать собственное законодательство. Причем как в России, так и в Южной Африке эта традиция очень похожа. Что касается зерновой сделки, которая без преувеличения позволяет многим в Африке просто выжить, то Путин все еще продолжает петь свою старую песню о главном, что, мол, украинское зерно не доезжает до адресатов. Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова. В любом случае, вывод можно сделать один. Пока у российского диктатора не получается дружить даже с теми, кто от него напрямую зависит. А сохранить образ того, с кем считаются в мире, для Путина, похоже, ой, как важно. Изгоем быть ему никак не нравится. Так что смотрите сами. Ну и уже в следующем блоке программы поговорим о том, кто и зачем хотел убить Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Ты вообще был ли киллер?